Сейчас очень сильно взбудоражило видео одного американского блогера, женщины, которая в России жила и приехала туда. И вот она любит хвалиться, говорить, как там в Америке хорошо, как у нас тут было плохо и так далее. И сравнивать почему-то ментальность людей в 90-е и начале 2000-х, людей, которые живут сейчас. Абсолютно, видимо, не разбираясь в том, что на самом деле сейчас в России происходит, как и в России люди живут. Если честно сказать, меня это очень сильно удивляет, но она за счет этого хайп свой ловит. Но меня больше всего возмутило ее пренебрежительное отношение к тому, что, ой, смотрите, какие у нас тут крутые фестивали. И на этих фестивалях, в отличие от России, где там заставляли доедать еду, мы здесь можем ничего не доедать, половина всего выбрасывается. Нам кладут огромные порции, а половина этого всего выбрасывается. Ой, как же круто мы живем. Страшное дело на самом деле люди, когда так говорят. Осознание и понимание важности, умеренности во всем к человеку, если не придет, то долго человечество не проживет. И мы уже меняем этот мир очень сильно, а не в лучшую сторону. То есть, в принципе, все человечество. То есть, нельзя сказать, что какая-то конкретная страна, все человечество. По-хорошему не меняют в лучшую сторону, в худшую сторону вообще никак не меняют практически негативно ситуацию. Люди, которые живут где-нибудь обособленно в каких-нибудь племенах, у которых там тысячу лет назад они так жили, и сейчас они живут так же. И ничего у них не поменялось. Но есть такая вещь, как удобство, комфорт и оптимизация. То есть, для чего создается производство. Когда появились первые производства, когда появилась первая оптимизация, потребовалось меньше рабочих рук. В том числе, стала возможность больше производить. Соответственно, стало меньше возможностей появления голода в тех или иных странах. Вот. И плохо это или хорошо, но, если честно сказать, голод это всегда плохо. Всегда плохо. И причина, почему в 90-е еще существовало доешь еду, она была по той же причине, по которой после 40-х, после 45-го года люди доедали еду. И те, кто были дети войны, они чуть ли не до самой смерти, они вот так вот и делали. Не то, что доедали еду, они, во-первых, заставляли всех родственников это делать в основе своей. Они очень агрессивно реагировали на выбрасывание еды. Почему? Потому что у меня бабушка рассказывала, как они собирали на полях вот тогда военные годы, они как выживали. Они были девчонками, подростками, где-то по 13, я помню, 13 было, сестры чуть постарше, на 3 года. Вот. Мне собирали на полях мерзлую картошку, какие-то колоски могли собирать, остатки, остатки с полей там по зернышку собирали. Но чаще всего мерзлую картошку собирали зимой. И из этой мерзлой картошки ее толкли, и вот в таком виде ее готовили. Там, как они готовили, на костре, не на костре, не знаю. Смысл именно в том, что они вот таким образом выживали. Эти драники, которые они готовили, называли тошнотиками за счет того, что есть без тошноты было невозможно. Бабушка очень мало рассказывала мне вообще про тот период. Для нее это было очень травматично. Просто этот момент она нам рассказывала. Рассказывала, как чуть из-за петуха немец не застрелил, когда ей там 11 лет было. У них был петух единственный, который единственных. Они его холили и леяли. И петух, и немец его забрал себе, когда их захватили. И на Донбассе. И бабушка пошла искать этого петуха. Немец его застрелил уже. То есть он уже не живой был в этот период. Он его собирался забирать. А бабушка увидела, это возле их дома было. И она грудью встала. Нет, это наш петух. Нет, не отдам. Он у нее винтовку направил. Давай. Уже собирался стрелять в нее. И в конце, он говорит, я помню его глаза. Он долго-долго-долго на меня смотрел с этой винтовкой. И вот думал, да, человек, я тварь дрожащая. Имею ли я право убить этого ребенка и в ней имею? Если бы он посчитал, что он не человек, то я бы с вами не разговаривала бы. Вот. Разные люди были. И у каждого вот эта вот моральная, этическая сторона, она все равно проглядывалась. То есть сказать, что там все, совсем все было плохо с менталкой у людей нельзя. То есть были люди, которые, и бабушка рассказывала, вот сестра ее, родная, старшая, которая на три года старшая, она потрясающий человек. Вот. Она написала четырехтомник своей жизни. И в том числе описывала вот эту ситуацию с точки зрения, как она ее видела. Не только как бабушка. Она больше всего рассказала в этой книге, в этих книгах. И то, как они встретили эту войну. И то, как вообще они жили до этого. И как они приехали туда на Дарбасс, по какой причине. Как они там жили, как они жили до этого. Вот. Ну, очень интересная книжка. Я прям захлеб читала. И вот там действительно было такое, что были немцы, которые действительно задавались вопросом, для чего они это делают. Они как бы не поддерживали это все, но им сказали делать. А для чего вы это делаете? А мы не знаем, им сказали, что так надо. Вот. Надо и надо. Думать не будем. Красота. Вот. Ну, в общем, смысл в том, что постепенно все-таки в головах людей что-то прояснялось. Даже с учетом того, что их выращивали физически. То есть немцы выращивали физически, для того, чтобы они стали тем, каким они стали. Если вам интересно, посмотрите фильм «Обыкновенный фашизм». Там очень хорошо все показано. «Обыкновенный фашизм». Или почитайте книги. Книга была про одного, по-моему, почтальона, или кем он там был, который… Немец. Как он приходил к осознанию того, что с ними делают, и как постепенно их уверяли в верности принять этих решений, которые делали в Германии. Фашистской. Вот. Я книжку так пока еще не смогла прочитать. Отрывки читала. У меня все переворачивает, когда я это все читаю. И у меня в голове не укладывается, как это вообще. То есть «Надо евреями». Там, конечно, издевались по полной программе. Было отношение к ним очень предятое. И, конечно, там вообще страшно было. У меня один из самых любимых фильмов. «Жень прекрасна» «Лавита Белла». И как же потрясающе сыграли актеры там. Ну, слов нет. Причем актер, который играл еврея. Чистокровный итальянец. Вот. Но, конечно, потрясающе. Я могу политику. Сейчас его не поддерживают. Так же, как он может со мной там не согласиться в каких-то вещах, если вдруг когда-то чего-то там услышат. Вот. То есть люди все разные. Но с точки зрения человека, как режиссера, он уже режиссировал это все. И с точки зрения актера, это просто, конечно, потрясающая фантастика. Как некоторые люди делают такие действительно оскароносные фильмы. Которые действительно оскароносные. Не просто это дань моде. А действительно, такие фильмы, когда смотришь, это... Жизнь меняется. Скажем так. Я бы сказала. И да, действительно, на тот период, вырастая вот такие дети в таких условиях, вырастая голода, у них на психику это влияло очень сильно. И понятное дело, что после того, как они даже имели возможность питаться хорошо, они все равно ограниченно питались. И у меня бабушка до последнего не хотела есть ту еду, которую мы покупали. То есть у меня, у нас там, мы жили в свое время, и сестра, и муж ее, и их ребенок, и мы родители, и я студентка. И мы вот все вместе жили. И сестра с мужем очень любили покупать какую-нибудь качественную еду, дорогую. Давали бабушке. Бабушка категорически отказывалась есть эту еду. Такое даже было. Потому что эти люди, они помнят еще тот период, когда они к еде относятся совершенно по-другому. И для них, чтобы просто взять что-то и выбросить без пользы, это нереально. Я более вкратце поделюсь своим мнением, чтобы вы свое мнение создали. Если вы еще не смотрели, поделюсь теми фильмами, которые, может быть, на вас воздействуют. С точки зрения понимания сути происходящего. Для того, чтобы, может быть... Ой, сейчас покажу вам. Привет! Ой, Боже мой, ты же моя. Чего, да? Я обожаю, как она лежит. Это же нечто. Да, это же мое нечто. Я ее инопланетянкой называю. Что у нее... У нее мордочка прямо инопланетянки. Вот. Ну и что касается потребления не умеренного, а чрезмерного. Культура чрезмерного потребления в Америке есть. Имеет место быть. Такое действительно имеет место быть. У нас в России... Ну, то есть я вам посоветую для того, чтобы вы понимали, что это означает. И какие вещи происходят в той же самой Америке, чтобы вы понимали, как это все воздействует. Я вам очень рекомендую посмотреть фильм Дом. Как эти все процессы происходят. У нас в России очень много сейчас еще по советским технологиям идет. И очень много именно таких производств, которые имеют определенные технические характеристики. Отличающиеся в производстве от американских, в том числе. То есть в том числе в животноводстве. У нас вроде бы тоже там есть такое, что сейчас пытаются внедрить. Но все равно это не в таких масштабах, это не в таком количестве. У нас огромное количество частных фермерских хозяйств. В Америке частные фермерские хозяйства – это очень дорого. Это безумно дорого. Я когда начала изучать все, там вообще проблема. То есть у них есть крупные хозяйства в основе свои. Очень редко, когда есть частники. Частнику приходится сложно бороться с конкуренцией крупных фирм. У нас есть такие фирмы, которые тоже пытаются задавить. Но все равно частники идут, 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 идут. И это очень хорошо. Мы очень любим покупать именно частное производство частного фермерства. Потому что чаще всего оно намного качественнее, намного лучше. И нам оно больше нравится. Сейчас в России стало больше людей, ведущих здоровый образ жизни. Думающих, осознающих, которые… Вот я даже в комментариях там прочитала. Им пишут, ой, это у вас еще с… Это вам есть просто нечего, поэтому вы доедаете это все. А там пишут, я себе нагладываю столько, сколько мне нужно. Не больше, не меньше. Это называется умеренность потребления. Спрос рождает предложение. Спрос на большое потребление мяса, которое выкидывается в том числе. То есть я не считаю, что человек не имеет права потреблять какое-то количество определенное мяса. Да, то есть у нас есть потребность. Эта потребность зависит от возраста, от каких-то определенных вещей. Допустим, беременная, и мяса требуется больше. Именно белка животного. Именно потому что есть потребность в этом. Ребенку там что-то передать и так далее. То есть есть такие вещи. Или что касается маленького ребенка, ему тоже требуется мясо больше. А чем старше ты становишься, чем больше у тебя, там, если у тебя не миа, то же самое. Вот. А чем старше ты становишься, тем меньше потребности у тебя в животном белке, тем меньше тебе нужно потреблять мясо. Есть еще такой момент у нас здесь, что вот это мясо используют все цело в основе своей. То есть в большинстве культур наших, даже мы водили в свое время в деревне, когда у бабушки, у нас были овцы. Мы использовали все, абсолютно все. Но в основе своей мы их, скажем так, мы их водили, и в основе своей мы их потом большим стадом-то и продали. И купили первую машину. В том числе. Вот. За это стадо овец. Вот. Но у нас действительно эти баранчики, они, овцы, бараны у нас водились в большом количестве. И я умею стричь ножничками вот этими прикольными. Ой, как я их обожала. И как мы стригли этих овец очень аккуратно. Там порез можно было эту овечку, чтобы ей было не больно. Ее там перевязывали, определенным образом кладут. Вот просто, чтобы понимать, что есть, что все относительно. Вот что касается именно тех же самых овец. Овец человек не будет водить в большом количестве просто так из любви к животным. То есть, если ему овцы нужны, для чего? Для того, чтобы дать шерсть, мясо и потомство. Будущее. Вот. Соответственно, без этого человека эти овцы вообще просто не родились бы. То есть, он делает все для того, чтобы... Тут есть частное фермерство. Он делает все для того, чтобы эти овцы появились. Или корова. Да, и в Советском Союзе, и в Российской империи. И даже у нас все, я это помню хорошо, бабушка так уважительно относилась. Она как плакала, когда корову отдавали. Потому что не могла. Дедушка умер. Мне было 6 лет. И бабушка, соответственно, мы-то жили в квартире. Мы жили в городе. Но в 10 километрах от них. И бабушка физически сама корову уже заниматься не могла. Корова это все-таки не овцы. За овцами так не нужно ухаживать. А коровка, да, она требует к себе определенного ухода. И вот каждому, кто водил вот так вот корову, это был член семьи. Вот именно корову. Не телят, не быков, а именно корову. Кто водил, это член семьи был. И к ним так относились уважительно. Конечно, были разные люди. Но в основе своей. Вот. У нас потом... Я выросла на парном молоке. Потому что после того, как у нас коров не было, родители договаривались с соседями, у которых были коровы. И те нам парное молочко водавали. И вкусное продавали. Боже мой, какое же оно вкусное. Какое же оно прям... Именно настоящее, необработанное парное молоко. Безумно вкусное. Но для тех, кто его переносит. Для тех, кто его не переносит, кто не привык его пить, для них это будет странно. Но я выросла на этом. И я знаю, что такое натуральное продукт. Я выросла на этих натуральных продуктах. Именно потому, что мы выживали таким образом. В 90-е благодаря своему хозяйству мы и выжили. Хочешь жить, умей вертеться. Муж спрашивал. У него... Дядь педиатр. Та же самая ситуация. Они тоже выжили за счет картошки. Выращивали картошку. У нас тоже был гектар земли. Но там все вместе. И хозяйство, и так далее. И дом, и постройки. Все туда входило. Я не помню точно, как распределялось. Но около гектара было все вместе. Если посчитать. Все два участка, которые были. И мы там и картошку сажали. Бахчевые, помидоры, огурцы. И что бы там только ни сажали. У нас огромное количество было всего. Но мы сажали с таким условием, что это все родственникам, знакомым, друзьям. И все такое. Мы баулы... Там сестры в Москву ездили учиться. И мы эти баулы им отдавали. И карусом возили. Вот. То есть, ну, 90-е. Это тоже время голода. На самом деле. И поэтому вот это вот. Доешь то, что на тарелке, не оставляй. Это как раз оттуда. Вот. Но время-то прошло. И сейчас мы совершенно по-другому живем. Сейчас у нас такого нет. Но есть культура умеренности. Она действительно появилась. То есть не сказать, что у нас нет такого, что вообще ничего не выбрасывают. Но постепенно мы приходим. К этому я это вижу. И по отношению к себе, и по отношению к другим знакомым. Что есть культура умеренного потребления. В каком плане? То есть вот родители что-то готовят. Мы тут живем близко друг к другу. Мы имеем возможность ходить друг к другу. И мы приготовим, мы им отнесем. И они приготовят нам. Мы у них заберем. Вот. Они себе готовят и нам. Если честно сказать, абсолютно большой разницы в количестве продуктов, которые увеличивают объем, они дешевые достаточно. Картошка, морковка, лук и так далее. Бульон тот же самый. Вообще, наваристый бульон, именно концентрированный, он вредный. Его надо обязательно разбавлять, отбавлять серьезно. Поэтому это и польза одновременно, и умеренность. И, соответственно, не нужно все выбрасывать. Но на автомате уже приучились в большом количестве готовить. Была большая семья. Это действительно требовалось. Сейчас это не требуется. А привычка готовить много осталась. И вот у меня родители таким образом решают, как и я. И нам комфортно, и им комфортно. И всех все устраивает. Вот. Все довольны. У меня папа, как на пенсию вышел, научился готовить просто потрясающе вкусные. И борщи, и грибные супчики. И там столько всего. И прямо... Я довольно счастлива. Мама у меня всегда вкусно готовила. Вот. У папы в силу времени не хватало. Он особо сильно не готовил. Но он мог приготовить. Когда мы... Мама уезжала на сессию. Я еще маленькая была. Он нас троих девчонок обеспечивал. Нам готовил еду. Вот. То есть папа у меня в этом плане он может. А сейчас у него появилось именно хобби такое. Он эти рецепты читает. Это, конечно, вообще потрясающе. Но смысл в том, что вот это умеренное потребление, это спрос рождает предложение. Если спрос будет меньше, то и постепенно, то вы не вынудите. То есть если в Америке проблема какая? Вот у них культура вот этого потребления, она просто бешеная. Именно в плане того, что переедание. Вы посмотрите, у них действительно, у них по статистике именно от ожирения страдает большее количество населения. Страшное дело на самом деле. А что это просто так возникает? Ни с того ни с сего. Это как раз вот эта вот культура, которой хвалится эта девочка в своем видео. Ничего хорошего в этой культуре нет. Культура чрезмерного потребления и выкидывания еды это деградивная культура, которая единственная, чему учит, это быть бездумным существом. Такой свиньей, извиняюсь за выражение. Я не называю конкретных людей, я просто говорю, констатирую факт, что человек, который чрезмерно потребляет еду в количествах, которые ему не нужны, то есть у меня есть периодическая склонность к тому, что если мне нравится какая-то еда, я могу ее больше съесть, чем нужно. Но я, по крайней мере, ее ем, но сейчас меньше этого всего. То есть я на собой работала, работала, работала и действительно постепенно я к этому пришла. Если человек хочет, он постепенно приходит к пониманию того, что сейчас-то это уже действительно не требуется в таком количестве есть пищу и тарелка-то тарелка любит чистоту, она может... Это правильно, тарелка любит чистоту, но она добивается сейчас другим способом. Просто меньше кладешь в себе порцию и, если что, немножко лучше не доложить, чем переложить. Вот это гораздо лучше. Вот. И этим мы занимаемся, соответственно. То есть я положу там порцию, в том числе детям. Опять же, к умеренному потреблению. Положу порцию к детям. Ну, скажем так, я им чуть побольше кладу, чем они съедают, но себе чуть поменьше положу, для того, чтобы иметь возможность за них доесть. Именно по причине того, что... А, смысл к пище относиться вот так некрасиво, неуважительно. То есть это животное жило. Я даже беру именно про животных. Хотя, в принципе, все. Это человеческий труд, во-первых. Не только человеческий труд, это в том числе это животное. Это для того, чтобы появилось... Вот видео есть по поводу того, как хлеб готовится. В блокадном Ленинграде за кусочек хлеба умирали. И действительно, все познается сравненно. Но у нас сейчас не блокадный Ленинград, но смысл в том, что мы имеем возможность купить половину буханки, а не целую буханку. Мы имеем возможность купить себе то, что нам действительно нравится, а не то, чем мы будем поливаться. Или приготовить что-то, если нам не нравится то, что... Ну, лично я так делаю. Да? Вот мне не нравились вот эти вот всякие фастфуды. Когда дети появились, маленькие, я поняла, что я хочу сама научиться все эти фастфуды готовить. Для чего? Потому что я не доверяю тем, скажем, тем, тем, точкам питания быстрого, которые есть у нас. Есть, которым я доверяю, куда я стабильно хожу. И я знаю, что ни разу я не травилась. Никто из моих близких не травился. И вообще, я такого не помню. Вот. И в такие, действительно, я хожу с уверенностью, есть конкретно любимые места. Но что касается в основе своей, в основе я сама готовлю. Не потому, что я домохозяйка, поэтому я готовлю. А именно по причине того, что я пришла к осознанию того, что для меня важнее качество приготовленной пищи. И я не совсем доверяю некоторой вещи. То же самое шаурму я лучше сама приготовлю, чем я пойду ее и куплю. Иногда, конечно, покупаем. То есть я не говорю в конкретных проверенных местах. Да, иногда покупаем. Вот. Но ты не можешь с точностью сказать, когда ты питаешься в этих сетях, насколько гигиенично себя вели люди, которые все готовили. На каком масле там жарилась эта котлетка и сколько пролежало это мясо и так далее. Но все равно есть такие нюансы, которые ты не учитываешь. Как провежал там какой-нибудь тараканчик нечаянно. Я помню, один раз видео посмотрела, на которое меня отбило вообще желание подносы эти брошки. поднимают бумажку, которая там на подносе бумажками и поднимают эту бумажку. А там куча раздавленных тараканов. Боже мой, какой ужас. У меня после этого вообще желание в эти фудкурты пропало в эти фудкурты я прекрасно понимаю, что это конкретный косяк в конкретном месте. Но у меня появилась привычка после этого постоянно поднимать эти бумажки и смотреть, что там под ними находится. конечно, страшное дело, что такое имеет место быть. Это ужасно. Но смысл в том, что в России сейчас появляется культура умеренного потребления, когда человек осознанно, с уважением к труду других людей, к осознанию того, что это животное, которое выращивалось, чтобы меньше этого всего выращивали, я лучше меньше потреблю. Потреблю столько, сколько мне нужно. То есть не больше, а именно столько, сколько мне нужно. Люди научились рассчитывать. Белки, жиро, углеводы в среднем считать. Научились. У нас сейчас популярна ЗОЖ. Очень популярна. Особенно среди молодежи, среди людей моего возраста и чуть старше. Сейчас популярна ЗОЖ. Действительно. Действительно такое имеет место быть. Поэтому какие-то я вот смотрю то, что сравнивают поколение 90-х и сравнивают жизни в той же самой Америке сейчас. Как можно сравнить? Ну давайте сравним жизнь в Америке 90-х и жизнь в Америке и жизнь в России сейчас. Ой, да. Как бы разница будет ли? Но вопрос в том, что в Америке не происходило в течение 30-60 лет последних такое, что произошло в Советском Союзе и, соответственно, в России за эти годы. Поэтому сравнивают бред сивой кобылой. Мы развиваемся так, как мы развиваемся. На нас воздействует очень много разных факторов. Но то, что действительно есть сейчас вот эта культура в России, формируется культура умеренного потребления осознанного, оно имеет место быть. Мы начинаем задумываться сами на тем, как правильно организовать пространство, как сделать так, чтобы сортировать правильно. Но муж меня демотивирует в этом плане. Он говорит, ну я же вижу, что это делать, как это делать. Мне там рассказывали, как они. Сортировочные центры эти все, они потом свозят это все. У них нет специального контейнера, в который свозится сортировка. То есть, даже если контейнер стоит, они туда же сваливают, в общий мусор. Это контейнер. То есть, вот это, это технические моменты, которые должны регулироваться и должны справляться. Потому что это проблема. На самом деле, что нет конкретно, у нас мусор не вывозили в последнее время, там целый скандал. Учиняем для того, чтобы у нас начали нормально вывозить мусор. У нас есть, в Орле есть просто офигенная проблема с содержанием мусора. То есть, у нас мусор, во многих местах просто не вывозится. Потому что, я не буду говорить, но это вот существует. Кому интересно, позорище! Позорище! У нас своих проблем хватает. но вот с точки зрения именно осознанного потребления все равно люди наши действительно сейчас приходят потихонечку к тому, что, ну а зачем мне больше? Я больше не потребую, зачем мне? Не передай, не мне не нужно. я не вижу у нас на улице в большом количестве вообще не вижу у нас на улице людей с каким-то серьезным ожирением. я по улице хожу то же самое. Есть конкретные люди, определенное количество людей, у которых прям сильные проблемы, но их единицы. В основе своей среднестатистические люди ну вот стандартные, да, потому что у нас просто люди умеренно потребляют пищу, потому что они следят за своим здоровьем, потому что они научились беречь свое здоровье. Постепенно я надеюсь придет к тому, что люди начнут беречь свое здоровье с точки зрения потребления, в том числе спиртных напитков, тех, кто их потребляет. Ничего в этом предусудительного не вижу, но мы с мужем там не потребляем, но ничего предусудительного не вижу в этом во всем, но если человеку действительно это нравится, будь более культурным в этом плане, то есть создавая свою культуру питья, у нас не хватает культуры питья, именно умеренного потребления в этом плане зачастую. А так, ну не вижу я в этом ничего страшного, сама очень люблю именно в приготовлении пищи, когда это алкоголин выветривается, но он дает определенные полезные свойства блюду, очень крутые. Я его очень люблю в этом плане алкоголь. Вот, хотя мы его не употребляем в плане спиртного напитка, но шашлык очень хороший готовится именно в этом плане, мне нравится. Вот, и шикарный хворост получается на водке, просто потрясающий. но у нас вот этот бутылочек стоял вот такой два или три года. И вот я постепенно этот хворост готовила. У меня был период, даже мы там еще в Краснодаре жили, был период, когда я с мужем поспорила, сможем ли мы прожить на прожиточный минимум с ним. Я посчитала все. У нас есть такое, мы периодически там, начиная в этом. А, давай попробуем. А, давай, круто, давай попробуем. И вот мы с ним попробовали. Ничего плохого я не увидела в этом. Но вот, чтобы сэкономить, действительно, я делаю хворост. Вот, что сладенького хочется. Чтобы сэкономить, я делаю хворост. И вкусно, и круто, и экономно. Конечно, большое количество употреблять его нельзя. Но вообще сахар в больших количествах, он вреден. Вот. И сейчас его упихают везде и всюду. У меня, когда гестационный сахарный диабет был, я на это обратила внимание. За голову хваталось и не знала, что мне делать. Потому что везде и всюду, и везде и всюду. Это сахар, 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 сахар. А потом я спрашиваю, почему у нас сахарный диабет у огромного количества людей. Так, добавляют даже. В томатный сок сахар добавляют. Ну, что творите-то? Товарищи, друзья, дорогие, какой томатный сок сахар? Для чего? Где-то у меня в голове не укладывается. Или в этот, в какой-нибудь, в лечо какой-нибудь сахар добавлять. Ну, в какие-то продукты добавлять. Но сделайте так, чтобы где-то был этот сахар, а где-то не был этот сахар. Потому что его везде добавляют сейчас. Вообще везде. Вселитель вкуса бешеного просто в количестве потребляют люди и даже не замечают этого на самом деле. вот. Но смысл именно моего видео в том, что наши люди сейчас стали более умеренные, осознанные в потреблении продуктов, питания и в том числе в ношении одежды. Есть переборы в этом. Что в этом хорошего? Когда вы выкидываете еду в больших количествах и она потом гниет в этих больших количествах на этих свалках, потому что там те же самые копченую курочку, ты ее не дашь никакому животному, это очень вредно. геномодифицированное, с каким-нибудь антибиотиками количеством и так далее. И ты выкидываешь на свалку и вот эта вся мешанина гадостная, она вся когда в большом количестве находится, а после таких фестивалей она как раз в большом количестве и она вся сгнивая единомоментно выделяет такое количество углекислого газа и других вредных продуктов для природы, что мамма миа, чем вы хвалитесь, что в этом хорошего. Как бы на этом мое видео я завершу. По-моему я говорила о Temple Grandin, посмотрите, если не говорила, вот посмотрите, как в Америке водили животных еще во времена Temple Grandin, там по-моему 80-е или когда или 70-е, вот благодаря ей хотя бы это стало более цивилизованно, более к ним относиться стали лучше, хотя бы с точки зрения психологии. Вот и ну это конечно страшное дело, когда это все начинаешь осознавать, начинаешь приходить к выводу, что если ты действительно человек, человек разумный, человек осознанный, то надо уметь умеривать свой пыл и количество употребляемой пищи, любой абсолютно, поверьте мне, даже самый зеленый, который в огромных количествах употребляете, в масштабах, в производственных масштабах, в огромных количествах, она тоже серьезно, производство это может повредить экологии. Я вас уверяю, вы просто не представляете, как это все взаимосвязано. И то, и другое может очень сильный вред экосистеме нанести, если делать это бездумно и неумеренно. Всем спасибо за просмотр, всех благодарю за то, что вы уважительно относитесь к моим видео. И у каждого свое мнение. И, конечно, никому его не навязываю. Это мое личное мнение. Я так считаю, я так буду считать. И может быть, вы со мной не согласитесь. Но буду рада услышать вашу точку зрения. КОНЕЦ